Недавно, с 1 июля, налоговая обязала всех ИПшников иметь онлайн-кассу для того, чтобы посылать чеки зачем-то. Я не знаю зачем, честно говоря, но это нововведение, оно, ну, как бы, касается всех, в том числе тех, кто даже по безналу принимает платежи. Ну, например, я принимаю платежи по безналу за биржу для чайников через интернет, через интернет-эквайринг, то есть с карточки человек на сайте банка вносит номер своей карточки и, собственно говоря, оплачивает за то, что, если я не сделаю эти онлайн-кассы, то, соответственно, штраф. Я стал смотреть, что же делать, в общем-то, перепугался, потому что штраф там 10-50 тысяч какие-то. Я стал искать эти онлайн-кассы, смотрю, там где-то 26 тысяч, где-то 19 тысяч, ну, в среднем, в общем-то, 19 тысяч эти кассы стоили вроде бы, и я уже так это самое, блин, думаю, зачем у меня и не так много платежей, собственно говоря, уже онлайн-кассу надо покупать. Но, значит, дальше я стал смотреть и выяснять. Друзья мои, оказывается, ну, касса нужна только если я принимаю наличные, например, то я должен выбить там чек и так далее, а у меня нет наличных, и я продаю через интернет, я не знаю, когда человек оплатит мне деньги. И, значит, если я не выбил чек, то, значит, соответственно, попадаю на штраф, тем не менее. Вот, но оказывается, оказывается, вот смотрите, что оказывается, оказывается, можно это сделать бесплатно. Да, есть какие-то там сервисы, которые за 900 рублей в месяц, в общем-то, позволяют это сделать, зарегистрировать все и так далее за 900 рублей в месяц, тем не менее. Ну, тоже, в общем-то, за что платить. Да, и у Тинькова у меня и интернет-эквайринг, и счет на ИП. Так вот, чем хорош Тиньков? Да, он дорогой, да, он как бы вот дороговатый. Но в Тинькове в личном кабинете я стал искать заявки. Ну, что же делать? Вот, попытался там написать в чат и так далее, там, сказать, какую-то заявку оставил. И никакой реакции, на самом деле. Никто мне не перезвонил, хотя, так сказать, на заявление было написано, вам перезвонят, куда доставить эту онлайн-кассу. Я что-то ничего не понял вообще говоря. Потом, когда уже все прошло, уже в июле месяце, я думаю, блин, что-то не звонят, как-то время идет, вдруг мне кто заплатит. Ну, вот, и что получилось? Я заполняю эту заявку еще раз, а там написано, да у вас есть уже касса. У вас уже есть касса. Ничего не надо привозить. Обслуживание 0 рублей 0 копеек. То есть, все входит в обслуживание в банке Тиньков. Вот так. Ну, что я могу еще сказать? Тиньков за эквайринг берет, в общем, так сказать, немало на самом деле. Но вот это вот приятная штука, что не надо париться вот с этой вот с онлайн-кассой. Это все очень хорошо. Ну, кроме того, вот, сказать, ну, ряд сервисов, которые, значит, предлагают эти услуги по приему платежей. Там, ну, в частности, Just Click у меня. Just Click тоже автоматически высылает кассовый чек тем клиентам, которые есть. Как узнать, высылается чек за вас или нет? Ну, когда я совершил очередную продажу, значит, я попросил человека, который купил у меня курс, написать, а что же он, собственно, получил. Вот, я ему позвонил, говорю, а что вы получили в результате? Он говорит, письмо. Я говорю, а чек кассовый от Тинькова был? Он говорит, был. И я попросил его прислать, он прислал мне электронный кассовый чек. Значит, я успокоился, все нормально, штрафа не будет. Вот такой простой лайфхак. Значит, если вы у Тинькова, то пишите заявление и, собственно говоря, все. Заявление в личном кабинете, там раздел бухгалтерия. И, насколько я понимаю, все это есть. Ну, на всякий случай, я советую позвонить в справочную службу и выяснить. Очень хорошая штука. Тиньков очень удобный, но, с другой стороны, я говорю, дороговато. Ну, а чтобы он был не такой дорогой, если у вас Тиньков, и если вы, например, хотите, ну, только зарегистрировали ИП, и, значит, хотите зарегистрировать счет, там у меня ссылочка будет снизу. Перейдите по этой ссылочке, получите, там, по-моему, 3 месяца бесплатно. То есть, ну, по крайней мере, сэкономите что-то, потому что все-таки это удобно, но надо платить. На сегодня все. Спасибо за внимание. Если кому-то помог, буду рад. До встречи.